Всем привет! С вами Ольга Чернова. Я сегодня пришла подсадить молодые усики клубники. И сейчас покажу, как я это делаю и расскажу вам, зачем я это делаю. У меня вот этот сорт Королева Елизавета II. Она мне нравится, но у нас она не всегда переживает зиму. И вот сегодня я пошла, посмотрела, старые кусты подмерзли. Я их все выдернула и решила заменить на новые молодые кустики. Для этого я уже с осени кусты пришпиливаю к земле. И когда они укоренятся, отсаживаю на отдельную грядочку. Сейчас я вам покажу, какие они. Они зимуют почему-то лучше, чем взрослые растения. Вот такие. У них очень хорошая корневая система. Они переживают зиму хорошо. Удаляю, обстригаю все старые листья и рассаживаю их по луночкам. Естественно, я сразу в лунки добавляю обильно перегноя, чтобы потом избавить себя от подкормок. И все, до получения первого урожая я ничего больше с ними делать не буду. Потом, когда они первый раз, первая волна отплодоносит, тогда уже я, может быть, их подкормлю. В луночку сажу, землей закрываю и просто поливаю. Эти молодые усики, они дают намного больше урожая, чем старые кусты, перезимовавшие. Потому что зимой все-таки корневая система, наверное, немного подмерзает. Я вот насаживаю осенью много усиков, и сейчас я все-все старые кусты заменю. Молодость возьмет свою, она сейчас очень быстро разрастется. Перегной, за счет перегноя нарастит быстро зеленую массу свою, и будет очень хороший урожай. Вот у кого есть такие дорогие сорта клубники, чтобы не потерять сорт зимой, не утратить свою коллекцию, отсаживайте усики под зиму, и потом весной вы можете на место вымерзших кустов посадить вот такие молодые усы. Они дают очень хороший урожай. Два года они будут очень хорошо плодоносить. Я иногда меняю даже каждый год. У нас Сибирь, у нас вымерзает зимой очень многое, особенно клубника нежная. Вот, если у вас какие-то есть вопросы, пишите мне на странице в Одноклассники. Найти очень легко Ольга Чернова, 56 лет, город Биск, Алтайск.